приветствую вас на моем канале творческая мастерская сегодня мы будем вырезать книгу раскрытую книгу а точнее библию вырезав лобзиком по контуру я сейчас буду вырезать книгу на листах которого мы напишем текст вот какими этапами будет происходить выделение формы или объема данной книги первое мы опустим саму обложку по всему кругу оставляя закладочку по кругу опустим обложку примерно до больше половины чуть больше половины вот на такое вот именно расстояние мы будем опускать игру потом будем делать уклон самих листиков а потом и придадим форму поверхности раскрытой книги и так поехали и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот такие вот образы. Дальше начинаю просто закруглять это все, как бы создать полукруглые такие плоскости. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Примерно таким вот образом. Здесь тоже буду делать канавки уже вот такой вот стамеской. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Сделал я объём листиков. Пришлось срезать линии некоторые, которые я рисовал, но это не страшно. Мы потом это подрисовываем опять, как должно быть. Здесь всё равно будет шлифоваться, это всё будет вышлифовываться, чтобы было ровненько. Для резьбы вот это вот потом опять подрисовывается. Сейчас я буду как раз вот это вот сбивать всё вниз. Вот это надо вот всё сбить вниз. Вот эта часть тоже будет вот так вот сбита вниз. Значит, беру тоже инструмент и начинаю снимать этот угол до обложки. Чтобы между листиками и обложкой была маленькая ступенечка. Вот так вот. Субтитры подогнал «Симон» 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 Резцами наша открытая книга вырезана. Остается её шлифовать. Но у нас остаётся вот эта закладочка. Значит, нам нужно придать ей форму. А значит, так же запустить её вниз. С этой стороны. А с этой стороны подрезать сторону страниц. Придавая ей так же волнообразную форму. Сейчас я это сделаю. Вот наша открытая книга вырезана. Сейчас нужно подшлифовать. Три вида наждачки. Крупная. Потом идёт помельче. И ещё мельче. Три зерна. Сначала будем крупные, потом средние, потом самые мелкие. Затирать царапины. После чего я придам ещё резьбой листики. Выделю закладочку. И буду писать текст. Прошёлся первым слоем наждачки. Самой крупной. Она у меня приклеена на войлок. Толщиной 5 мм. Очень удобно держать. Она хорошо прогибается. И вот в этих изгибах хорошо убирает следы инструмента. Сейчас, если присмотреться, то есть царапины. И более мелкой наждачкой я буду строго вдоль волокон убирать эти царапины. А потом самой мелкой ушлифовывать уже в блеск дерева. Если посмотреть на свет, то следов от резцов уже не видно. Это то, что я хотел... То, чего я хотел добиться... Шлифуя наждачкой. По заключению шлифовки придаём законченный вид. Подрежем немножечко углы и обложки. Вырежем страницы. Подрежем закладочку. И тогда можно будет начинать писать текст. Спасибо. 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 Как раз. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 резьба заканчивается можно приступать к покраске придал на листиках такую старость трещинки после морилки будут смотреться как будто старая книга красим покрыта наша библия морилкой поначалу кажется что лучше бы она оставалась беленькой но сейчас мы будем шлифовать ее и участки в глубине останутся темными а поверхностная часть будет светлее вот таким вот образом взбиваем морилочку проявляются буквы проявляются вот эти вот трещинки пошарпанных я сделал как будто бы старые листочки после того как зашлифуются полностью выглядит будет просто оригинально ну вот и закончена наша картина псалом 86 стих 3 блажен человек которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе стихи с псалтыря спасибо за внимание делайте репост и ставьте лайки подписывайтесь на канал благодарю всех за просмотр пока 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 аналисет Продолжение следует...